Сегодня я покажу вам, как готовить самую лучшую часть свинины, которая называется карбонат. Посмотрите на нее. Она похожа на маленького, невинного ребеночка. Посмотрите на ее щечки. Что? Что, моя маленькая? Она хочет, чтобы мы ее запекли. И мы нафаршируем ее сыром и грибами. А сверху, чтобы она не засохла, мы покроем ее беконом. Заметьте, какая ирония. Мы покрываем часть свинины другой частью свинины. Экие мы кулинары-затейники. Для начала, для того, чтобы нашпиговать нашу свинину, мы разрежем ее на куски примерно по одному сантиметру. Смотрите. Ну ладно, она уже не живая. Не дорезаем до самого конца. Вы можете спросить, а на кой, собственно, пенис медвежий мы покрываем все это дело нарезанным беконом? А затем, чтобы наш карбонат не высох. Посмотрите на него крупным планом. Где вы видите жир? Я вам скажу, где? Нет, не скажу, потому что мне придется накладывать пики на это дело. А мне очень лень монтировать это видео. Поэтому вы не увидите там жир. Потому что его нет, поэтому мясо получается сухим. Чем же мы нафрошируем нашу грудинку? Вот этим превосходным тертым сыром. И, конечно же, шампиньонами. Куда без шампиньонов? Кстати, вы в курсе, что грибы – это тоже наполовину животные. Вы никогда не задумывались, что некоторые продукты настолько вкусны, что их стоит выставлять в лувре? Какой художник смог бы нарисовать такое? Вы только посмотрите. Не хочется ли вам, только глядя на этот бекон, уже положить этот сочный кусок свининки себе в рот? Это же просто превосходно. Феерия. Это как кулинарная музыка. Начинаем фаршировать его. Сначала кладем туда немножко сыра. Чуть-чуть. Самую малость. Ну ладно, можно и много, на самом деле пофигу. А сверху кладем грибы. Кто может устоять против такого блюда? Я вам скажу, кто. Слепой, глухонемой, с отсутствием обоняния злой человек. Вот примерно такое произведение искусства получается у нас. После многих часов труда. Разумеется, я, как последний слоупок, забыл посолить и поперчить, увлекшись идеальной фактурой этого мяса. Впрочем, мы сможем сделать это и после. Это приправа для мяса. Специально для мяса. Так как мы будем запекать все это дело в фольге, оно все равно пропитается ароматом специй. Выкладываем наш кусочек в фольгу. Если вы думаете, что это все, то вы глубоко ошибаетесь. Как же нам сделать так, чтобы мясо не высохло? Мало фольги. Нужно еще покрыть его полосками бекона. Полоски бекона сами по себе являются самостоятельным блюдом. Но нацепленные на что-либо перекрывают своим великолепием любые кулинарные изыски ресторанных критиков. И я в п***е слышу, что только что сказал. Тоненькие полоски свиньи на толстых полосках свиньи. Спасибо тебе, Боженька, что ты сделал животных такими вкусными. Дело в том, что бекон достаточно жирен. И вот именно этот жир не дает высохнуть нашему карбонату. Только посмотрите, на что это похоже. Это как будто огромная личинка из фильма ужасов. Очень аппетитно, очень. Помните, что бекон сам по себе соленый. И закрываем. И теперь отправляем нашу какашечку в духовку при температуре 180 градусов на целый час. Делает эта штука примерно полтора часа, но примерно за полчаса фольгу нужно открыть, чтобы бекон подрумянился. Вот такой кусочек сочного мяса у нас получился. «Без deductившийсяк» «Без «Без бекон» бекон» «Без бекон». Продолжение следует...